Улица Осиновская это главная дорога, которую ведет микрорайон Салават-Купере. Она выходит на Горьковское шоссе. Именно здесь каждое утро люди вынуждены стоять в пробках, выезжая на работу. Даже сейчас в 2 часа дня мы можем видеть небольшие затруднения на дороге. Очень-очень даже трудно ездить. И такая же картина ближе к вечеру, когда люди возвращаются с работы. Население микрорайона Салават-Купере увеличивается с каждым сданным домом. И транспортная система столицы к этому оказалась не готова. Студент Савелий Огарев просыпается на час раньше обычного, чтобы не опоздать на учебу. Пробка начинается с самого Синва, автобус полностью битком. И зайти просто невозможно, иногда автобусы просто проезжают мимо. Только один автобус, очень трудно добираться до работы, на работу. То есть вообще никак не устраивает. Салават-Купере на магистраль Горьковское шоссе очень узкий проезд. Поэтому скапливается очень много машин. И жители у нас по часу, больше часа тратят на то, чтобы выехать. На сессии Казгордумы сегодня озвучили, как будут адаптировать транспортную систему к уплотнению жилой застройки. В следующем году предусмотрен ремонт дороги Хибинской-Октанышской с установкой одного светофора. Также планируют запустить автобусный маршрут от Нурихана-Фатаха до Тецовской. Появится 8 остановок и новые дорожные знаки. На все предусмотрено 160 миллионов рублей. В качестве краткосрочных мер запущен бесплатный общественный транспорт от Салавата-Купера до Аюдина, который рассчитан на молодых мам и посещение ими объектов социальной инфраструктуры. Этот год стал для Казани беспрецедентным по объему отремонтированных дорог. Программа коснулась автомобильных трасс, поселковых дорог, внутриквартальных проездов и дворов. Но работать еще есть над чем. К чемпионату мира по футболу в Казани нужно выполнить все требования безопасности дорожного движения. В столице вновь обновят сеть маршрутов общественного транспорта.